Прадед ученика технического лицея Матвея Голованова прошел всю Великую Отечественную войну. Иван подобед оборонял Сталинград и живым вернулся домой. Вся семья Матвея прадедом очень гордится, и именно ему был посвящен рассказ мальчика. Я лично с ним не был знаком, мне с докладом помогал папа. Меня в моем прадеде восхищает его смелость, мужество и отвага. Елизавета Мухранова уже не волнуется во время выступления. Экскурсии для школьников она проводит четвертый год. Рассказывает, подготовка к ним длится в течение года. Вместе с другими ребятами Елизавета учится в школе юного экскурсовода, где изучает методику подачи информации. Во-первых, наверное, нужно не говорить слишком сложными терминами, потому что многие люди могут их не понять. Для маленьких детей, как раз таки, мы рассказываем более простой вариант экскурсии. Проводим также небольшие игровые форматы, связанные с историей, чтобы хранить память, чтобы люди никогда не забывали, благодаря кому они живы. Музей в техническом лицее посвящен параду, который прошел 7 ноября 41 года в Куйбышеве. Оттуда его участники уходили прямо на фронт. Вот уже 14 лет в Самаре проходит парад памяти, посвященный тем событиям. В нем принимают участие и самарские школьники. Также накануне памятной даты в музее технического лицея проходят тематические экскурсии. Каждый год, как только начинается учебный год, мы объявляем конкурс сочинений, то есть они исследуют историю своей семьи, выбираем самые яркие, когда есть какие-то экспонаты, какие-то такие ценные истории, которые можно именно к тематике этого года привязать. И дополняем историями кривеческими, вот, например, семья Володечкиных, да, известная. На экскурсии в музей технического лицея приезжают не только учащиеся самарских школ, но и сотрудники предприятий, а также дошкольники для них проводят адаптивные занятия. Каждый год учащиеся лицея выезжают в поисковые экспедиции, во время которых находят не только ценные экспонаты, которые пополняют запасы лицея, но и поднимают из земли останки без вести пропавших солдат. За время этой работы более тысячи погибших во время Великой Отечественной войны были захоронены. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.